Ремонт делали с мой. Возле креечки лежал, я его сюда притащил. Все-таки веселее. Теперь и лимон живет в котельной. За растением следят, как за домашним животным и стирают с листков угольную пыль. Тщательный уход во всем. Так в местной котельной сохраняют в рабочем состоянии оборудование для отопления ДК детсада школы. Этот котел на 100 киловатт, тот поменьше, на 70. А вот третий котел самый проблемный. За зиму ломался дважды. Он 2002 года, он у нас уже и хорошо прогорел, мы его варим часто, и нам нужен котел как резервный. После скачка цен на металл обновить котел за 600 тысяч рублей сельсовет не в состоянии, хотя это ключевой пункт подготовки к новому учебному году. Местные власти обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Безусловно будем помогать, но нам еще необходимо выработать системные решения. Президент Владимир Владимирович Путин обратился к Кабмину и к региональным властям для того, чтобы выработать программу реконструкции школ на будущую пятилетку. Посмотрите, в каком виде коммуникации. Вот этому все, оно на пределе. Владимир Путин привел статистику. 72% школ России нуждаются в ремонте, каждая десятая в капитальном. На площадке «Единой России» сейчас обсуждаются стандарты капитального ремонта, которые должны быть едиными и при проведении ремонта, и при оформлении документов. Это обеспечит регионам равные возможности. Капитальный ремонт образовательных учреждений – очень острая проблема. Галухинской школе повезло. В этом году она попала в краевую инвестиционную программу, а добивалась этого пять лет. За это время старая крыша окончательно пришла в негодность. Парты разбухшие, ну то есть мебель, когда мы выносили, у нас очень много мебели, просто мы вынесли на улицу, потому что мы не могли ее даже загрузить. Она просто разрушается. Очевидно, что обновление школы должно завершиться покупкой новой мебели. Жители Галухи рассчитывают, что после ремонта их дети сядут за новые парты. Тем временем в Троицком поселке Беловский учебный год отметят новосельем в больнице. Когда-то в этом здании была школа, помещению вполне подходят для обучения детей. Здесь у нас будет, получается, второй класс. Парту уже перенесли, карнизы повешили. Первую половину второго этажа участкового пункта отдали под обучение, пока самообразовательные учреждения будут капитально обновлять. Притекавшая годами крыша и здесь привела к разрушению. Мы попали под две сметы. То есть это капитальный ремонт, полностью капитальный ремонт здания и установка шатровой крыши. То есть в 2022 году обещают начало, ну и год, наверное, это будут делать. Директор школы уверена, что проблем из-за расположения учеников в здании больницы не будет. Входы сделают разными, а в коридоре между организациями установят перегородку. Ко временным трудностям относятся с пониманием и рады, что здесь всем хватит места. Там, где протечь с крыши, то это протекает иногда и до первого этажа. Не только второй этаж, но и до первого. Мягкая кровля, больная точкой для школы села Белая. Она прохудилась 8 лет назад. Однако документов в КАИБ даже не подавали. Директор школы предполагает, что причина в численности учеников. Их всего 50. Лариса Владимировна надеется, что малокомплектные школы тоже смогут попасть в федеральную программу капитального ремонта. Анастасия Драган, Маргарита Гартунд, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.